Вечер добрый, уважаемые, с открытием сезона. Лето закончилось, начинается осень, а как раз это период нового сезона на любой радиостанции. Поздравляем вас с этим явлением и, соответственно, желаем всего самого хорошего, надеемся на то, что вы с нами теперь, как и раньше. Как обычно, традиция есть традиция, представлю коллектив позже, как только отыграют ребят свое первое произведение, ну а дальше, само собой, поименно и поболтаем, и поиграем, и все как всегда, исключительно в живом исполнении. Поехали! Мы еще живы, так, что я помню, что наш век нас не сломали, курсы, проценты и ботек нас позже с теми. И культу употребления, я вышли в сене, и снова вместе ты и я. Мы до сих пор в игре! Мы до сих пор в игре! До сих пор в игре! Мы до сих пор в игре! Мы до сих пор в игре! Мы до сих пор в игре! До сих пор в игре! Мы 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 до сих пор в игре! До сих пор в игре! Мы 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 до сих пор в игре! Это не смущает нас! Я привык просто! Бас, Денис! Привет! Поздоровайся! Здрасьте! Андрей Букало, гитара! Здорово всем! Расти Джеймс это кто? Я! Это ты же! А почему тогда у тебя так странно все? То ты Расти Джеймс, то ты Букало! Букало я по батюшке, а Расти Джеймс по ему! Вот у тебя часто по матушке! Да нет, у него просто раздвоение личности! Лечим как можем! Понятно! На самом деле просто когда мы эту фишку замутили там на прошлом... Кстати, вот хотел добавить по поводу доброй традиции! Мы в тот раз открывали как бы радиостанцию! А в этот раз еще и новый сезон открываем! Так что прям добрейшая традиция! Вот на самом деле не просто традиция! Это стало уже привычкой какой-то, однако! Я не знаю, хорошее или нет, но народ ликует! А раз народ ликует, значит хорошая и добрая традиция! И так касательно Расти Джеймса! Просто в прошлый раз, когда мы здесь выступали, думали какую такую фишку замутить, да? Ну там торт принесли, там понятно все! Кстати, да! Вот! Убили этим тортом, прямо скажу! Да! И как бы ну решили так, ну просто по приколу! Вот у нас там человек из Америки приехал на гитаре поиграть! На самом деле у очень многих слушателей вызвал такой интерес! Вот! То есть скажи там какой-то Вася из Рязани, да? Скажи Букало и ничего! Букало и неинтересно! Да! Каким-то абсосом Йорштон! Американец! Вот! А мы как? Ну да! И на самом деле как бы просто когда мы уже объявили, что оказывается он не Расти Джеймс, а Андрюха Букало! А Букало все-таки? Букало, да! Даже не Букало? Букало! Еще хуже! Да! Вот! То соответственно этим мы хотели сказать, что и у нас есть свои таланты и не стоит равняться только на запад! Вот молодцы! Вот это вот молодцы! Что касается торта, я напомню тем, кто может быть не в курсе! Это было 26 октября, когда мы действительно открывали эфир и тогда был весь день живого исполнения! Йорши тогда принимали в этом участие! Входят панки и вносят торт! Белоснежный торт! Красивый шоколад! Белоснежный торт! А на этом торте очень красивый логотип своего радио оранжевенький! Прямо вот точненько-точненько! Я еще и подумал, ну до чего дошла жизнь сейчас, да? Панки, которые приносят на радиостанцию белоснежный гламурнейший тортик! И это, в общем, на самом деле знак времени! На сегодняшний день рокеры уже давно не те алкоголики, как мы привыкли к ним в 90-х годах! Нет, те, 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 ну аккуратно! Иди на меня! А вот панки! Не пали контор! Саня, контору не пали! И панки, они тоже, в общем, стали совсем другими людьми, и это здорово! А как называлась первая вещь? Первая вещь называлась «В игре» Как называется вообще ваш альбом? Давайте будем сейчас говорить о том, что вы презентуете сегодня свой альбом! Сегодня первое официальное живое исполнение вашего альбома свеженького, песня из которого, кстати, давно уже в ротации своего радио, но это были синглы, поэтому можно, наверное, вам это простить! Давай, как называется? Альбом называется «Оковы мира» Так! Вот, соответственно, официальный релиз сегодня, мы его долго очень писали, деньги нам помогали собирать наши достопочтенные слушатели, фанаты и акционеры, они сегодня присутствуют здесь Планетовские Да, вот мы их пригласили Вот эти пять человек, которые, собственно говоря, выиграли, ну не выиграли, а приобрели ту самую акцию, которая называется «Присутствие на презентации в эфире своего радио» Замечательные люди с хорошими глазами, я всегда обращаю внимание на взгляд человека, если в этом взгляде есть жизнь, значит, человек приличный Если бы не они, кстати, мы очень долго писали бы еще этот альбом Если бы не они, не было бы этой станции Но я сейчас имею в виду вообще акционеров, которые помогали в свое время собирать деньги на открытие радиостанции Поэтому вы люди очень достойные Хочу вам это сразу сказать Спасибо и за ребят, спасибо И вообще спасибо вам за наше счастливое детство И вы сегодня здесь, я надеюсь, получаете удовольствие Мне хотелось бы, чтобы это было так Сейчас будем петь дальше Я хочу представить еще одного человека, который здесь в студии тихонечко пока просиживает Слегонца в уголке Но он появится обязательно Обязательно появится с песней Андрей Гречайник, группа ТМЦ Поздоровается он, наверное, тогда, когда выйдет Пока он машет руками своими татуированными Но, тем не менее, вы его услышите и чуть позже Так у нас запланировано А в качестве интриги пускай повисит Да, чайник здесь Да, я, кстати, на самом деле Долго придумывал, как его представить Я бы хотел сказать, что в прошлый раз пришли с тортом, но без чайника А в этот раз с чайником С чайником, но без торта Вот я же говорю, что пускай он пока греет чайник Пока мы готовимся к его выходу Пусть греет чайник, там есть у нас конфетка сладенькая Как с нами связываться? Это я сейчас забыл сказать Это я забыл сезон Он все-таки только начался Еще, наверное, как-то в памяти только-только от взгремевший август Так вот, как с нами связываться по ходу эфира? Вы можете это делать просто Благодаря, например, смс-порталу 4647, короткий номер Который набирая Потом пишите свои Пробельщики А дальше все же хотели бы сказать Пожалуйста, пишите Также точно можете в любом количестве отписываться В группе, в официальном сообществе своего радио Да, телефончики надо выключить Да-да-да У кого-то, по-моему, сейчас вот звякнуло В группе ВКонтакте Там анонс давно выложен И, собственно, под анонсом можно писать В самом тексте анонса Группа «Ерш» выделена синим Это, значит, активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Это тоже бывает полезно И важно А также можно писать в чате На сайте своего радио Своерадио.фм Пожалуйста, милости прошу И оттуда что-нибудь мы тоже прочитаем Если будет любопытное Там же, кстати сказать На сайте Онлайн-аудио Это чтобы слушать В плейере сверху Онлайн-видео Чтобы смотреть Кликая на онлайн-видео Вы оказываетесь в картинке Которую нам представляет Планета.ру Та самая краудфайдинговая Замечательная платформа Планета.ру Там же, кстати, кроме картинки Есть чат, в котором тоже Можно что-либо писать Что дальше будет? Какая песня? Следующая песня называется «Ненависть» Ну С Богом Погнали Как всегда живой звук В программе живой «Ненависть» « تو бан» Погнали Умирает, умирает, умирает Поград, пожар, лифтонцам Гары и фоны, тёлки-колы и пляж Эскейпный первый звонок Без идей и протеста, но в толщину без формы Умирает, умирает, умирает Капанк, садыхаются трубы Отвезья, мажор, прикрашенный концерт Слово на маскарад Смотрит дух, как одет, и кто кому может жрать Ненависть в каждом аккорде Агрессия в каждом куплете Что ни слова, но протест Со скандалом каждый текст Помни, что ни слова, но протест Умирает, умирает, умирает Харклор, одно только позёрство И татуировки в этом розово-чёрном Сопливом ряду говорить о борьбе Уже как-то нелогко Умирает, цареет, плохая со мной Моя дикая, буйная, бурная юность И кто перед высот Слово сам не живой Я не знаю, что сделать, чтоб сердце броснулось Ненависть в каждом аккорде Агрессия в каждом куплете Что ни слова, но протест Со скандалом каждый текст Помни, что ни слова, но протест Ненависть в каждом аккорде Агрессия в каждом куплете Что ни слова, но протест Со скандалом каждый текст Помни, что ни слова, но протест Отлично Дальше, отлично Как может быть по-другому Ёр сегодня здесь Соковый мир, так называется их альбом Который, собственно, презентуют они сегодня здесь Имея в виду в программе Живые в живом исполнении Почитаем кое-что, что пишет народ И народ пишет, между прочим, любопытнейшие вещи Вот Денис Неговелов так зовёт Человек пишет вот что Звук на ура Очень приятно слышать, что Ёр снова в игре Вторая гитара в группе Мощь, пишет он В общем, расту привет большой Что называется Вот ещё одно сообщение на предмет Сейчас Серёга меня простит, надеюсь Он так, пожалуй, плечами пока не знает Дмитрий Генералов пишет Это всё бас на самом деле Пишет он, что он имеет в виду Видимо, к звуку А звук действительно очень глубокий Сидеющему дядьке звукорежиссёру Респект Серёга, прости Сергей Дебальский Звукорежиссёр программы Живые Я хочу открыть секрет Дмитрию Мы все здесь сидеющие потихоньку Потому что звук выносит и каждый день слушать В таком громком звуке программу Самим себе тяжело Разные вопли, да Поэтому да Поэтому мы сидеем на глазах И то, что Серёга слегка посидевший Ну, жизнь у нас такая Кочевая, музыкантская Рядышком с музыкантами, вернее Практически всё время Отличный панк-рок Прям чувствует, что Ёр вышли на новый уровень Виталий Курагу пишет, например Или Курагу Нет, наверное, Курага, скорее всего То есть вас уже сейчас Люди, которые знают ваше творчество Похваливают за то, что в этом альбоме Музыка стала несколько более Разумной, что ли Может быть, несколько более глубокой Как ты к этому вообще относишься? Вот такие вещи Мне казалось, что раньше у вас глубокая А сейчас народ как-то вдруг говорит Что-то глубже стало Глубже Да Как Марианская впадина Практически дно Ну, на самом деле Как бы так всё и задумывалось Смысл как бы брать второго гитариста И играть то же самое, что я играл Вот, то есть Получилось как бы реализовать Какие-то те задумки Которые давно хотелось реализовать И в плане музыки Ну, и сами там Начали развиваться Как-то поняли, что Ну, то есть уже там И три аккорда поиграли И четыре, и пять А тут захотелось Тут уже восемь хочется Да, какой-то эксперимент Да, может быть Там не всегда там всё Прям ровно получается Как так хочется, да Но, тем не менее Это музыка, которую интересно играть Потому что приходится Каждый раз делать над собой усилия А когда ты там Четыре аккорда играешь Да, как бы ты уже привык И тебе уже как бы неинтересно А здесь Закончится всё равно одним Одним аккордом Ну да Так, так А здесь как бы нужно себя ломать Так что, ну, спасибо, ребят Как бы Кого-то Ну, я очень рад то, что Мы себя поломали Но наша новая музыка Вас не ломает Вот, поэтому Нас, наименьше в виду кого? Аудитория? Ожидали больше Мне зацепило Я, на самом деле, удивлён Было и такое, да? Я пока не вижу таких Ну, сейчас Это у нас там в группе А, ну, подожди Сейчас я скажу, что Таких сообщений нет Появятся и такие Почему нет А всякий раз Вот удивительная, конечно, штука Мы всегда почему-то ждём От кумиров Чего-то большего Всегда Это стало нормой Я как киноман С большим стажем Тоже всякий раз Когда встречаю Новый фильм С каким-нибудь любимым Моим актёром Думаю, ну вот И режиссёр, например Ну, вот сейчас как Смотришь, думаешь А не надо ожидать Давно я себе уже поставил Такую меточку А ты не жди Вот появится Послушаешь, оценишь А потом уже будешь Как-то для себя Это всё раскладывать по полкам Потому что ожидания Чаще всего Это наши ожидания Почему женщины Так часто молодые Особенно неопытные Какое-то время Прожив с молодым человеком Ты вот не тут Не так делаешь Ты тут не так себя ведёшь Я тебя ждала большего А ждать не надо Надо принимать таким, какой есть Как и музыку тоже Ну да, у нас Песни, кстати Оправдал я, честно Да, всё верно Хорошо На самом деле, просто Ещё у скольких людей Столько и мнений Потому что Ну, на самом деле Было очень удивительно Раньше читать Там, во, там Ёрш Там три аккорда играют Там какие-то матерные песни Сплошняком, сплошь и рядом Сначала там мы сделали Альбом «Уроки ненависти» Который чуть-чуть там Больше уровнем был Чем все предыдущие Теперь этот альбом записали И начали что писать А Ёрш-то уже не тот Мата нет Это не те три гаражные аккорда Которые я любил Вот, так что На самом деле Как бы Ёрш сдулись Стоит Там богатый жизненный опыт Да, но в принципе Я считаю, что Если вот даже найдётся Человек, который просто будет На улице Там посреди Красной площади Деньги и хлеб раздавать Всё равно кто-нибудь найдётся Тот-то скажет Мало денег Хлеб чёрствый, да А хлеб-то не Стоц Кто-то хлебушек-то пожалел Блин, муки-то Что-то за комнату он насыпал Обязательно, это правда Общественная организация какая-нибудь По борьбе с общественной организацией Нет, всё круто Дмитрий Солоник Списал, что Добрый вечер всем своим Наконец-то опять живые Каждый день Да, правда Мы вернули свой нормальный график Не летний график Обычный график Пять раз в неделю живые Так, поздравляю мужиков С выпуском нового Наикрутейшего альбома Вопрос к Деннису Знаю, пишет человек Что тебе очень нравится группа Пауки Из Питера Расскажи, если не сложно Как давно ты являешься их фаном И за что тебе нравится их творчество Встретимся на концерте в Москве Дмитрий Солоникис Может кто-то знакомый Наверное, знакомый Ну, ты не очень в курсе Не помню, естественно Ну, расскажи про пауков Чего тебе, нравятся они? Нравятся Хорошо Так, все молчать Молчать Как давно стал фанатом? Ну, фанатом я как бы не являюсь Все, точка Думаю, он спрашивал, как давно А ты же фанатом не являешься Значит, поэтому на этот вопрос Можно, в общем-то, наверное, и не отвечать А чем тебе нравится группа Пауки? Да я уже и не помню Вот поговорили с Деннисом Хорошо, спасибо, дорогой Главное, в основном деле Хотели лаконичное Да, мы хотели недавно У нас просто Деннис недавно Стал женатым человеком Как это за женатым? Замужен, я постоянно путаю, да? Женился Я думаю, что он стал замужным Женился, да, у нас недавно Деннис И просто, судя по тому Как он сейчас отвечал на вопросы Все-таки я хочу тебя поздравить Что это произошло Вот Ты ее уговорил А, вот, ты просил, пожалуйста Слава Лавягин пишет Мне кажется, много шумихи было вокруг альбома Может, от большего ожидания Так показалось, не знаю Но дождались и радуемся Вот еще раз говорю Не надо никогда ничего, условно говоря, ждать Не надо никаких строить себе иллюзий Придет человек, появится в вашей жизни Дай бог сложится Придет музыка Зато мы ему подарили Разочарование Родавил Логик пишет Вот первое впечатление от альбома было не очень Думал, что разочаруюсь А сегодня понял, что ошибался Весь день лежу на кровати Наслаждаюсь мурашками по всему телу Альбом огонь Вторая гитара Мощь Ну, видимо, человек, наверное, слушает просто Из интернета, возможно, да? Сам по себе носитель-то есть? Ну, у нас будет CD и винил Они сейчас находятся в печати Пока нет, ни того не того Пока нет, да К сожалению, в данный момент нет А у нас с этим альбомом произошла очень интересная история То есть мы рассылали Когда альбом нашим достопочным подписчикам С планеты.ру Нашелся какой-то добрый человек Который этот альбом выложил в обменнике За неделю Хотя вы просили этого неделю? Да, просили, причем неоднократно И мы как бы опубликовали Ну, как бы там Ну, как же так? Что же за фиаско у нас такое случилось? Вот, и в своем, на самом деле, стремлении Вот, подгадить, да? Наоборот, сделал хорошо Он раскинул, он вообще везде, где только можно Вот, и сейчас, то есть Даже там, где мы не висели На всяких металлических формах Альтернативных Там еще где-то люди как бы Слушают музыку, комментируют Поэтому, ну В общем, наверное, даже спасибо Спасибо тебе огромное Неизвестный Добрый друг Кстати, давайте мы будем сейчас петь дальше Но тут народ спрашивает Что это за штукенция Стоит на столе Давай, рассказывай Это тостер Они пришли, да Они пришли с тостером Ребят, лучше не надо, на самом деле Потому что голодаем Не-не, подожди, подожди Мы же всегда говорим о том Что в этой студии Есть все для музыкантов необходимое Но чем дальше, тем больше Музыканты стали пользоваться Своими какими-то электронными приблудами Даже не пользуясь нашими комбарями Что это такое, расскажи, пожалуйста Ну, как сказал Дима Лучше не надо углубляться в это Потому что я могу рассказывать об этом очень долго По сути, это процессор Это просто хороший процессор Который полностью замещает Любой ламповый усилитель Ну, то есть ты, по сути дела Сейчас в усилитель уже и не играешь Нет И на концертах тоже Тоже Только ты через него играешь Вот, пожалуйста Это ответ на вопрос Знаешь, когда часто бывает с музыкантами Приходится не то, чтобы бодаться Но так-то вежливо Дискутировать на тему комбарей Ты говоришь Эх, жалко комбарь не разогнать в студии Так, чтобы 100 ватт как дало Какая разница Ну, что это тебе даст Ну, будет тебе, извините, в жопу ухать И что? И что это изменит в твоей музыке? Хорошо, что есть примеры того Как можно это сделать Вот с такими эмуляторами Совершенно не пользуясь даже комбарями А звучит, как ламповый комбарь А как он его любит Кстати, гладит Нежно, как жену прям Дальше давайте, что это будет? Жену не так гладит Сейчас жене меньше повезло Мы до этого быстренькие песенки поиграли Сейчас сыграем такую Несколько более медленную, скажем так Песня посвящается миру Она называется «Живое оружие» Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Йорш И презентация альбома «Оковый мир» Это альбом 15-го года Свежая работа от Йоршей Погнали Разве тебе это нужно? Ты так этим дышишь И этим живешь В мире, где ты чье-то оружие Живое оружие И царствует ложь Я точно знаю тот парень, что так на тебя не похожий С другого края земли Молится своим богам И просит то, что и ты абсолютно должен Чтобы не было войн Ведь только мир нужен всем нам Разве мы мало страдали? Мы мало летали К чужим берегам К чужим берегам Знаешь Мы так ненавидим Чтобы сложить богатство К чужим ногам Я точно знаю Я точно знаю Этот парень, что там За океаном Мечтает только о смехе Смехе своих детей И он не ищет его На танках по чужим странам В морщинах отцов И слезах седых матерей Хей! 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 Я точно знаю, что мир не построит На скорбь и боли Вдыхая грудью Чёрных лопья чужих городов И настоящее зло Не в окопах, а в кабинетах Считает нас этим парнем За безымянных скотов Разве тебе это нужно? Ты так этим дышишь И этим живёшь Ну что сказать? Вот, понимаешь, какая штука? Когда в этой студии происходит презентация новых альбомов от музыкантов, от коллективов Это для нас стала традицией, привычкой В некотором смысле хорошей, доброй И мы это очень любим Потому что мы первыми даём в эфир Что называется, работу тех людей Которых сами любим, нежно И относимся к их творчеству С уважением и большой симпатией Сейчас не только я это заметил Это замечают чем дальше, тем больше людей Вот, например, музыкально очень крепко подросли Соло-гитара очень в тему Если бы вы знали, кто это написал Давайте догадываться С трёх попыток Ну-ка Я Никуда, микрофон не тот Как ты думаешь, ну кто это написал? Я даже заинтригован Ну давай Давай, только время не теряй Ну как ты думаешь, кто может такое Я скажу так, профессиональный человек Константин Евгеньевич К сожалению, нет Серёга Тобачников Тоже нет Коральник Молодец Олег Коральник Собственно, краб Он и написал И я думаю, что ему можно верить Потому что его наблюдательность Отношения к музыке Вещь давным-давно уже, мне кажется Привычная для всех Хочу поздравить Дэна с недавним бракосочетанием Желаю счастья тебе, старичок Иван Бездомный написал Спасибо Раз старичок, то кто-то из знакомых, судя по всему, да? Да Ваня Бездомный Это его фамилия или Кликуха такая? Кликуха Я фамилия тоже, в принципе, не удивился бы на самом деле Ещё раз напомню Сегодня здесь группа Ёрш И презентация их альбома Ковы Мира Работа очень сильная, очень крепкая На этом альбоме несколько однозначных хитов Кстати, которые звучат в ротации своего радио Могу сказать, что и когда дело дошло до отбора Каких-либо песен, я вообще не думал Вот так вот альбом прослушал И понял, что должно звучать однозначно Теперь надо думать о том, что ещё из этого альбома Может попасть в постоянную ротацию 4647 это короткий номер для СМС К ваших 4647 Сначала свои, затем пробельчика Потом всё, что хотели бы адресовать музыкантам Ребята менее чем за год заметно повзрослели Музыкально и вокально Респект Здорово, что новый сезон живых открывают именно они Такая СМС-чика Огромный привет в группе Ёрш от стихотворца Отличная музыка, нереальный драйв, а главное отличные лайвы Удачи ребятам, увидимся на концертах Кто такой стихотворец? Ну, я, к сожалению, не знаю Наверное, Андрей знает Да, я отвечу, это достаточно популярный блогер Привет, Ярослав Спасибо большое Вот, ну вот замечательно Значит, опять же, люди, которые имеют некоторое отношение к музыкантам Ну, дружеское, приятельское Тоже отмечают и рост творческий, профессиональный И замечательно Кстати, что касается текстов Ну, тексты твои Ну, мои, да Да, понятно Я к тому, что злее они стали немножко Раньше они были матерни, а теперь злее Почему так? Да, я не знаю Как бы наша музыка, это отражение в любом случае существующей действительности То есть, может быть, не мы злее стали, а просто мир стал агрессивнее, да И нам как бы для того, чтобы в этом агрессивном мире как-то защитить свое тонкое и чувствительное нутро Приходится тоже одевать шипы А иногда и, может быть, костюмы Кагуруми Об этом тоже, кстати, песня есть Правильно ты заметил, что на альбоме нет мата Вот, вообще, то есть, в принципе Я заметил Вообще нет мата Нам как бы тоже задавали Вот, типа, что это вы там вдруг Как-то, на самом деле, само собой получилось, да По поводу лирики Ну, на самом деле, нам уже практически всем, кроме Денниса, скоро 30 лет, да Деннис Тур Торичкикор Уже, да, завалил за этот предел И поэтому все равно... Сейчас я расплачу иду Все равно по ходу жизни, тем более сейчас всякие кризисы там и прочее, да Сталкиваешься с определенными жизненными трудностями И реально иногда начинаешь покрываться панцирем, да Как бы... И чтобы пробить этот панцирь изнутри Приходится использовать, возможно, более какую-то сильную лирику Более злую, не знаю Я бы не сказал, что она, на самом деле, злая Нет, ну это я условно закавычил, конечно Более жесткая, что ли, вот так, наверное Скорее всего, да, более такая бьющая в глаза Более, может быть, смелая, наглая, ну, как хочешь называть Ну, наверное Такие угодные эпитеты можно Но мне, кстати, это сильно нравится, потому что в этой честности есть как раз та черта твоя, которую я за тобой знаю Ты ведь человек прямой конкретный Конечно, можешь стесняться, но отстеснявшись немножко, махнув 50 грамм, ведь можешь прямо сказать, что думаешь Вот и в текстах, собственно говоря, все это отражается, это здорово Вот Анатолий Салахов пишет, Салахов, наверное Я не фанат Ёршей, я особенно не ожидал от альбома чего-то особенного, но зацепила, кручу весь день на Яндекс.Музыке Спасибо парням, 27 сентября обязательно буду на концерте в Ярославле Давай о концертах расскажем, когда ближайшие? У нас будет презентация сначала в Москве, 11 сентября Потом мы, соответственно, поедем, ну я не знаю, насколько это будет именно презентация альбома Будет фестиваль «Вечерок» в Великом Новгороде, там что-то будет мы, FPG, MP3 Подожди, ты ушел, а в Москве-то где? В Москве 11 числа в клубе театр в Московском 11 сентября? Да, Московский клуб театр, большой зал, билеты, можно найти у нас на стене ссылочку по номиналу Либо там в магазине «Зигзаг», либо в магазине «Мир струн» Во сколько? Ну, мы играть, наверное, часов 8 начнем, и все это дело продлится, наверное, часа 2 с половиной Ну, то есть конкретная большая программа, это не только презентация Да, мы будем играть в том числе и старые песни Сразу скажу, что будет несколько сюрпризов, да И некоторые новые, ой, старые песни, возможно, будут сыграны в последний раз Это почему же? Ну, как сказал... Да нам же уже скоро за 30, хватит уже играть старье всякое, да Да, да, я понимаю, да Ну, иногда, на самом деле, стоит, на мой взгляд, как-то купировать собственную творчество Чтобы не оставаться на месте А если аудитория будет требовать эти песни? Ну, если будет требовать, сыграем Но в обязательной программе этого не будет Ай, молодец Да, и после этого у нас, соответственно, то есть мы отыграем в Москве, все как положено После этого у нас будет тур На данный момент подтверждено 22, по-моему, города Это центральная Россия, соответственно, что у нас там, Ярославль, Вологда Я, если честно, сейчас все даты не вспомню Они у нас есть в сообществе, можете как бы посмотреть Вот, да Потом будет на Урале три концерта В декабре мы будем играть в Беларуси Вот, ну и в целом, как бы, постараемся покататься Вот Можно я сейчас, я сейчас расскажу одну вещь Вот сейчас, когда я сказал про 22 города У меня, честно говоря, у самого за вас гордость вдруг неожиданно Ну, я понимаю, почему Расскажу одну вещь Уж простите, если это я озвучу Может быть, вы этого не хотели бы Но это факт Я себе это могу позволить на правах Прости, господи, старшего В свое время, когда мы в первый раз позвали группу Йорш в программу «Живые» Было это еще, по-моему, на «Маяке» Если они... Нет, на нашем Нет, на нашем радио было уже Ребята ехали Потом после эфира признались Сказали честно Что ехали на программу Для того, чтобы, отыграв эфир Повесить гитары на струны и закончить с творчеством Ну, просто потому, что, ну, не прет Сколько лет? Группе 10 тогда было По-моему, да А результатов никаких Но после того, как они отыграли в живых И я сейчас говорю об этом с гордостью Расписали себе турчик на осень Потом турчик еще следующий Потом новый альбомчик Потом две песни в чартовой дюжине Потом звездный статус Потом Шахрин признал их одной из лучших групп В России после фестиваля Старый Новый Рог Ну и так далее Я, может быть, слишком хам, когда говорю такие вещи Может быть, слишком высокого о себе мнения Но мне кажется, что и мы тоже как-то поспособствовали тому Чтобы вы не прекращали заниматься вашим творчеством А развивались и росли дальше А сейчас, когда ты говоришь Ну так вот, мы сейчас на 22 города турчик расписали Как-то уже просто, легко это звучит Как будто бы совершенно нормальное дело Мы на самом деле хотели тоже сказать огромное спасибо Нет, я не для этого рассказывал Я просто поясню, почему так Дим, подожди, подожди Я не для этого рассказывал Я рассказывал об этом только для того, чтобы молодые музыканты Талантливые люди Те, кто занимаются творчеством И не знают пока выхода и выплеска И думают, что, наверное, все Пора заканчивать, раз никто пока не заметил Нифига подобного Рано или поздно попадете вы к нам Кому-то еще Ну, неважно Есть люди, которые занимаются продвижением молодых тоже Их немного, но они есть И все может пойти совершенно другим путем Никогда не надо отчаиваться Никогда Вот вам живой пример Группа Йош, которые в свое время были уже на грани отчаяния Но, слава богу, все сложилось так, как сложилось И мы их за это уважаем, ценим и любим Да, ты что-то хотел сказать? Да, я на самом деле хотел сказать тоже, как это Ну, нашими глазами выглядело, да Просто действительно, как бы, получается, что иногда теряешь энтузиазм Да, а вот его-то терять на самом деле не стоит Да, и я не скажу, что, как бы, ну, вот этот эфир, он стал там прям Ну, там, сразу стадионы стали ходить, да А сейчас не ходят в стадион Да, 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 отыграли, как бы, и вот И не стали стадионы ходить Но, тем не менее, мы, как бы, сами себя поверили То есть поняли, что есть люди, в том числе и из числа наших фанатов Которые вообще уже думали, что мы там давно, там, ну Почили в бозе Ну, да, да Да, и на самом деле, как бы, при абсолютно финансовой невыгодности Вот занятии этим делом Единственное, что помогает, это только энтузиазм тех людей, в которые нас верят А в том числе, когда те люди, которые давно занимаются музыкой Либо в этих кругах общаются Говорят, что, типа, ребят, блин, да у вас все круто, да Это, как бы, придает, ну, тоже определенного стимула Ребята, у вас все круто У вас все просто нереально круто Пусть этот стимул у вас живет и растет дальше Поэтому мы всегда благодарим, на самом деле, наших слушателей, да В том числе и за планету, и за вот поддержку, которая сейчас у нас в сообществе происходит Там, то, что все пишут Потому что, ну, это одна из тех причин, почему мы до сих пор всем этим занимаемся И надеюсь то, что ваша любовь вырастет настолько, что мы вообще, в принципе, никогда этим не бросим Пока, ну, в общем, ладно Пока живы Давайте дальше, что это будет? Ну, сейчас уже, наверное, знакомая песня и в том числе по эфиру своего радио Она веселенькая Вот Мы, в принципе, на альбом решили включить и жесткие песни, агрессивные И такие лирические, и веселые Чтобы людям, как бы, не было в облом слушать, да Там, ну, там, я не знаю, калифорнийский панк-рок, там, состоящий из 20 одинаковых песен Вот Следующая песня называется «Мужики с электрогитарами» Да, хит из хитов Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Ёрш, альбом «Аковый мир», презентация этой работы Поехали Её давно не беспокоят её школьные подружки Говорят всем вокруг, что в вас есть одна дурнушка Что у них вчера открыли новый модный магазин А она, прикинь, ходила на какой-то там и цин Их тупые интересы, как сидят трусы на бобе А она ужасно любит, как звучат гитары в тропе И ей совсем не важно, кто и с кем там ходит парами Её интересуют мужики С электрогитарами Большими гонорарами Что ходят, честно пьяными С дырявыми карманами Мова, мужики С электрогитарами Большими гонорарами Что ходят, честно пьяными Её давно не беспокоят понятия цепнот Ведь наушниках орёт, кори Тейлор и смекнот Её ужасно бесят тупоботы и коллеги Технология продаж книги Дейла Корнеги Сниматься по утрам и кричать, что мы с Эвенц Девчонки стал наличь, а поднимет надо професс И ей совсем не важно, что случится с бизнес-планами Её интересуют мужики С электрогитарами Большими гонорарами Что ходят, честно пьяными С дырявыми карманами Мова, мужики С электрогитарами Большими гонорарами Что ходят, честно пьяными Мова, мужики Мова, мужики Мова, мужики С электрогитарами Большими гонорарами Что ходят, честно пьяными Мова, мужики Мова, мужики Мова, мужики Мова, мужики Мова, мужики С электрогитарами Мова, мужики Мова, мужики По понятиям, чисто Ну, иногда надо по понятиям же По пацанячим А под кем ходите, пацаны? Не знаю, под собой Да ладно Под себя ходят Лейбл Под себя аккуратнее Лейбл какой у вас сейчас? Этот альбом издает Лейбл Союз Мьюзик Так вот под Союзом Ходите, братцы Значит, вы сегодня Уже группа под лейбл Попавшая Ну, мы до этого Все альбомы издавали На лейблах Подожди, подожди, подожди Вы издавали альбомы На лейблах А вот сейчас, как я понимаю Союз вами занимается В полном объеме Скажем так, он занимается Именно релизом этого альбома То есть, туры, концерты Все свои вот эти активности Договоренности Мы проводим сами А, без Союза? Пока что, да То есть, по сути дела Союз пока пробует Пробует Смотрит на то, как пойдет Они своих планов не открывают Как бы, они нам не мешают Мы не мешаем им Это очень хорошая позиция То есть, возможно, присматриваемся В принципе Ну, мы всегда были группой Там все делали Были периодически люди Кто заинтересован был В какой-то поддержке То есть, есть человек Кто нам концерты в Москве Помогает организовывать Но, на самом деле Тотально просто устаешь Всем этим самому заниматься Там, мало того, что надо приехать Это играть Это все еще организовать Ну, вот я просто занимался Организацией концертов Это реально, короче Ну, геморрой такой, что Страшный, да Если еще и сам играешь Потом еще Там есть музыканты С ними еще рассчитаться надо Там, приглашенные, да Вот, поэтому Иногда лучше как бы Найти хороших людей Кто тебе поможет Как бы все это сделать Но, единственное, как бы Условие эти люди Должны быть таких же Как бы, наверное, жизненных принципов Да, вот, ну, как и мы Не только там В стремлении там Ну, там, заработать У них должно быть, да Но и, например Как бы этот альбом Как вы все знаете Был выложен бесплатно Что, в принципе, для Ну, мейджор-лейбла Да, как бы является Определенным, ну, наверное Преступлением из правил Вот Тем не менее, как бы Это произошло И вы все им наслаждаетесь А почему, как бы Союз ничего не сказал По этому поводу, не? Ну, нет, вроде Но, мало ли Да, вот Но все и так прекрасно понимали Что, когда выходит релиз Он уже через 10 минут Попадает там На все эти обменники, да Как бы И, ну, вот так вот Как бы, что с этим Реалии Таковы реалии сегодня Да, такие реалии Но, на самом деле Опять же, за что хочется сказать Спасибо там Тем людям, которые нас сейчас слушают То, что они прекрасно понимают Да, как бы Что это все не просто, да И там гитары, струны, запись Это все, как бы, берется там Не просто так Поэтому Да, многие Соответственно, наши слушатели Они действительно писали Что мы послушали альбом Нам понравилось Мы его купили там на iTunes Вот, как бы Это круто То есть у нас В стране, наверное Начинает какая-то формироваться Именно инфраструктура, да Поведение слушателей Вот, которые Ну, как бы Вот Я просто свой пример приведу Как яркий представитель Этой, как бы Инфраструктуры, да Я послушал Последний там альбом Луны, да Мне он понравился Я его купил В iTunes Я купил два последних альбома Группы Тараканы До этого Я покупал там альбомы Группы Терпинкот Мавзолей Потому что они мне нравились Да, я понимал Как бы, может быть Не всегда, как бы, там Эти деньги там Не до них дойдут, да Или там еще что-то Но, как бы Когда ты в переходе Деньги бабушке даешь В любом случае Ты доброе дело сделала Вот Вот у меня, в принципе К этому примерно Такое же отношение, да Я тебе скажу так Среди слушателей Своего радио Достаточное количество Тех людей Которые Услышав что-то интересующее Интересное для них В эфире Интересующее их Тут же идут и покупают Даже вопросы задают А где купить Именно купить Не скачать Скачать Говорит, я их везде могу Купить Я хочу поддержать музыкантов То бишь, таковых людей Становится теперь все больше и больше Это очень здорово Да, и в принципе Мы опубликовали Именно то, что этот лейбл Нас создает Еще по одной простой причине Да Ну мы как бы хотели сделать Ну мы хотели сделать Вброс определенной Вещи Вентилятор Как это все называют Но тем не менее Задумайтесь На самом деле Лейбл Который издавал Раньше достаточно Ну попсовую музыку Честно будем говорить Просто зайдите Посмотрите сейчас Его релизы То есть это Сплошь и рядом Металл Альтернатива И панк-рок Там рок И все дела То есть понятно Куда мы Движемся Понятно, что и свою радио Выбрало правильный путь Для развития Возможно Кстати, я Признаюсь честно Три дня назад Мне на почту Пришло письмо От Союза Я пока не открывал Но я был в отпуске еще И решил, что пока что Я, наверное, позволю себе А вот сейчас надо будет Мне интересно Что же они мне хотят предложить Да Любопытненько Посмотрим Союз развивается И в правильную сторону Дай им Бог здоровья И мне еще кажется Вот как бы У меня просто Ну, как у любого рок-музыканта Должна быть Определенная священная миссия Это все-таки Воткнуть там Рукоятку Острого кинжала В сердце попсы Ну, скажем так Мягко говоря Да, на самом деле Почему именно Ну, вот Слушатели рок-музыки Именно Ну, почему говорят Рок-звезда там, да Обычно там Когда там Говорят про кого-то Крутого чувака Потому что человек Который слушал Металлику в 15 лет Он ее в 80 лет Будет слушать А человек, который слушал Там, допустим, коллектив Ну, я не знаю Руки вверх Да, он ее слушает В период с 14 до 16 лет И все Поэтому Именно Скажем так Может быть Рок-музыка Занимается гораздо более медленнее Но гораздо более стабильно Рок-музыка Больше в душу попадает Давай так Музыканты, которые Делают хорошую Живую Настоящую Непридуманную Непопсовую музыку Они, в общем, целятся Очень точные места В сердце В душу Прежде всего В сознании В мозг Что хорошо И что Не хорошо Что главное в попсе Танцевальный ритм Достаточно запоминающаяся И простая мелодия Там, чашку кофею И так далее Ля-ля-ля И все И этого, в принципе, хватает Человек вышел на танцпол Подергал попой Гузкой Подергал гузкой Есть такая птичка Катриса Гусконза Попотел немножечко Пришел домой Накатил там Или еще там накатил И все Ему хорошо Но он взрослеет Этот человек И даже что ему кажется Не кажется А так оно и есть Все то, что он раньше Слушал Детский сад Потом, дай бог Чтобы он выходил В правильную сторону И начинал слушать Хорошую Живую музыку Привет из Беларуси Удачи Ершу Ждем Ждем У нас Пишет Дмитрий Кириленко И при этом Подкладывает Фотографию батьки Лукашенко С большим пальцем вверх Ну, лайк такой Понравился, наверное Да, видать, да Что дальше ты будем петь? Следующая песня Посвящается нашим Любимым женщинам У нас, в принципе Таких песен, наверное Не очень много было Да ладно Да, но Одну мы все-таки Решили написать И, в принципе Она посвящается Наверное, не только Любимым женщинам Но и музыкантам То есть посвящается Женам музыкантов В первую очередь Хорошо Как всегда Живой звук Как называется она? Ты ее не сказал Она называется Вредные привычки А, понял Ёж сегодня здесь Альбом Оковы Мира Это презентация Этого замечательного Нового альбома Погнали Я хотел написать бы поэму Но не знаю Как надо писать Я хотел рисовать твои губы Не умею, увы, рисовать И в театре Ромео с Жульетой Могут лучше актеры сыграть Танцевать никогда не умел я И стихи не умею писать Я хотел бы с тобой на край света Но, увы, не умею водить Никогда не умел я готовить Но прекрасно знаю, как нужно пить Лишний вес и не бриз перегаром Мне моделью не стать никогда Все гадаю, за что меня любишь И любила, наверное, всегда За мои вредные привычки За мои пьянки по ночам На мои секреты Знаешь, не отмычки Завтра я уеду в Амстердам Всю жизнь моя судьба смотрела мне в глаза Но улыбнулась лишь однажды Меня, наверное, где-то ждет порно слеза Но только знаешь, мне не важно Терпишь мои вредные привычки Терпишь мои пьянки по ночам На мои секреты Знаешь, не отмычки Завтра я уеду в Амстердам Боль, а это боль Вновь в крови адреналин и алкоголь Снова чужой Сплю с собой в одной постели Я больной За что ты Терпишь мои вредные привычки Терпишь мои пьянки по ночам На мои секреты Знаешь, не отмычки Завтра я уеду в Амстердам Терпишь мои вредные привычки Терпишь мои пьянки по ночам На мои секреты Знаешь, не отмычки Завтра я уеду в Амстердам Терпишь мои вредные привычки Терпишь мои пьянки по ночам На мои секреты Знаешь, не отмычки Завтра я уеду Завтра я уеду Завтра я уеду в Амстердам Хорошее посвящение, я тебе скажу Вот так, если посмотреть на эту историю внимательно и глубоко копнуть То хорошее посвящение Женщинам, музыкантам Ну, не женам, может быть И женам тоже Ну, женщинам Она честная Абсолютно И вообще весь альбом честная очень Я сказал, что он злой В хорошем смысле Именно потому, что честная Без мата Без каких-то Идиоматических выражений Очень точненько Очень изящненько Прямо, что называется В глаз Не кровь В глаз Сейчас почитаю Это сообщение Тоже Ну, прочитаю Да Значит Совместная песня Ёрши с гречаником Гениальное творение Несколько месяцев Уже не отпускают Так понимаю, что Сегодня ее услышим В живом исполнении Пишет Сань Шабас Ну, конечно, услышим Что гречаник А потому, что гречаник Знает, где взять в Москве Он не просто так здесь сидит Поэтому и не отпускает Да Именно поэтому Собственно говоря Он здесь и находится Чтобы спеть эту песню Кстати Иди сюда Иди к микрофону Давай мы с Чайником поговорим Чуть-чуть Ну, чуть-чуть Хочу у тебя вопросы Вон к тому, Андрюш Вон к тому А, приходил Не дойдешь, что ли, так? Дойдет Дойдет Дошел Новая прическа У тебя поздравляю Я тебя таким еще просто не видел Ну, он же посочувствовал Ты же вот Смотри, какая штука Прийти на эфир Ради того, чтобы спеть одну песню У тебя же есть своя жизнь Сейчас все молчат У тебя есть своя жизнь Свои интересы Какие-то свои планы Может быть, какая-то там Не знаю Заботы какие-то А ты вот приехал ради того Чтобы исполнить с пацанами Всего-то одну Ну, замечательную Шикарную песню Но все-таки ради такого События одного-единственного Скажи мне, пожалуйста Почему? Зачем ты это делаешь? Ой, честно говоря Ну, много причин Вот, на самом деле Ну, во-первых, потому что Ну, Дима и друзья Ну, то есть, как бы товарищи Это мои друзья То есть, в первую очередь И, ну, у нас получился Этот замечательный совместный трек Почему не приехать? Вот Потом сегодня 1 сентября День знаний Я не о знаниях Сегодня у вас Вот вы вышли из отпуска И у вас первый эфир Я вас давно не видел То есть, понимаете Все вот так вот Всем сестрам по серьгам Вот, да Все вот так вот Замечательно совпало Что почему и нет Более того Я скажу, что И завтра я буду в Москве И ради того Чтобы несколько песен спеть У человека, который Тоже имеет отношение К вашей радиостанции У Ромы Чехова У него завтра концерт И я на нем спецгость Там, кстати, Фил Август должен быть Да, да, да Так что я так заехал в Москву На несколько дней Так с серьезными намерениями Ну, спасибо тебе большое Спасибо, что не оставляешь парней Потому что действительно Песня роскошная И без тебя бы она прозвучала Я даже больше скажу Мы с Димой планируем Уже совместный трек Но мой Вот И я думаю, что если мы будем презентовать Дима поступит ровно Точно так же, как и я Если найдет, конечно, окошка В своих 22 городах А что ему сейчас ответить? Нет сказать, что ли? Он сейчас уже никуда не денется Серьезно, я специально говорю А он это скажет сейчас в эфире Все Да, да Приеду Все Ему-то деться уже некуда Я еще одно дело сделал в Москве Какое? Вот сейчас получил согласие Причем В этом плане Ну, клево На самом деле, Семен, ты очень правильный вопрос задал Почему вот ради одной песни Стоит проделать такой путь? Да? Ведь на самом деле Многие думают, что Как бы занять рок-музыкой Это так здорово Там, отыграл Там, то-се Там, потусил в клубе На самом деле 90% всего этого Когда ты там находишься Где-то на гастролях Занимает дорога И, в принципе Я бы перефразил в этот вопрос Да? Как бы Что заставляет музыканта 10 часов куда-то ехать Чтобы 40 минут Поуступать на сцене Вот Ну, ездим Да, вот этот вопрос Меня тоже всегда занимал Особенно, когда речь идет О каких-то сборных концертах Или фестивалях Есть, скажем Фестивали На которых музыкантам дают 20 минут Субботы в 9 утра Ну, вот Фестиваль большой Вам и так будет хорошо И люди едут Хрен знает откуда Ради того, чтобы эти 20 минут Выйти на сцену На полусонную аудиторию Которая пока еще не пришла в себя После бурной ночи Проведенной в палатках Ради того, чтобы так Это вот попить Можно я скажу? Ну, давай Ну, потому что они Там Послушают люди Один-два человека Сколько по хронометражу Песни, которые вы сейчас будете петь Три минуты Четыре Ну, на вскидку Ну, не более трех минут Окей, тогда есть еще Минуточка буквально Просто хочу час этот Закончить музыкой А не болтовней Поэтому кое-что еще Почитаем Может быть интересное Вот Слава Лавягин пишет На Google Play Альбом стоит 89 рублей В принципе Не так дорого Чтобы поддержать артистов А, кстати Уроки ненависти 99 Забавно Почему такая цена Смешная, правда Обычно диск Ну, скажем Если иметь в виду Диск физический Да, с обложкой Со всеми делами И 200 может стоить И 300 может стоить Ну, и 1000 может стоить Там, в зависимости от аппетитов И в зависимости от качества Так сказать Даже полиграфического качества А вы вот так вот Дешевенько Вроде бы недорого 89 рублей Ну, как бы Во-первых Диск напечатать надо Да, изготовить там Так, а что цены на диске Разве печать И все прочее Картинок Или сама музыка Это, черт возьми Да, нам-то в принципе Люди и бесплатно Пусть качают Как бы, что Это не мы цены устанавливаем Это устанавливает Google Play Я не об этом Я о том, что Совсем копейки На самом деле Стоит музыка А душу она поднимает Иной раз на миллионы Правильно Это человек Вот сам себе задал вопрос Чашка кофе Давай спойм Стоит 89 рублей Ты ее выпиваешь И выбрасываешь в мусор Кому И музыка остается с тобой На всю жизнь Как называется песня Которая будет сейчас Она называется Равнодушие Как вовремя Ну, собственно, это тоже песня Из ротации своего радио Межпочем, тоже давно уже Полюбившаяся аудиторией Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, вот опять вчера узнал Что в твоем доме кто-то помер Что был Андрюха, наркоман Еще один зачеркнут номер Проходишь мимо всем взгляд Который день Наверное, каждый Соседский мальчик со двора Бежит в подвал Тебе не важно И ты чувствуешь вины Ты в роды непричастен Но равнодушие Я считаю За участием Закрой глаза И отвернись Тебе не нужно Этой боли Зачем тебе Чужая жизнь Ведь сын и дочь Успешны в школе Закрой окно Захлопни дверь И ты в нас в пеках Из бетона Только знай, что Эта зверь Проходит сквозь свои Кардоны Ты не ждал, что в этот день Вдруг просвонят из неотложки Вином работа и семья А тут твой сын с нагретой ложкой Ты проиграл уже тогда Когда однажды отвернулся Когда соседская беда стала твоей Ты ужаснулся Они не чувствуют вины Они ведь и непричастны Но равнодушие считаешь И соучасен Закрой глаза И отвернись Тебе не нужно этой боли Зачем тебе Чужая жизнь Ведь сын и дочь Успешны в школе Закрой окно Захлопни дверь И ты в нас в пеках Из бетона Только знай, что Эта зверь Проходит сквозь свои Кардоны Закрой глаза и отвернись Закрой глаза и отвернись Закрой глаза и отвернись Закрой глаза и отвернись Зачем тебе чужая жизнь? Своё радио! Расти, борода, расти! Нас некому больше пасти! По ветру в день, по ветру в день, по ветру в день! Расти, борода, расти! Стальное сплетенье стрел, вода, но кораблям Одиссея сюда! Не плыть, гавань закрыта на цепь, цепь весом в года! Расти, борода, расти! Значит, всё как всегда! Значит, купим, как расти! Расти, борода, расти! Нас некому больше пасти! По ветру в день, по ветру в день, по ветру в день! Её! Расти, борода, расти! А голос лапши звучит, как звон Голос лапши сжет, горячечный бред Волхвам никогда не войти в этот закон Но закон есть закон, а нет значит нет Да грязитесь и падайте нить, чтобы не видеть лица В моих небесах нет границ Жажды моей нет конца, ведь так пить Прости борода, расти Нас некому больше пасти Паркет друг в день Паркет друг в день Паркет друг в день Йо-оу Расти борода, расти Расти борода, расти Паркет друг в день Паркет друг в день Расти борода, расти Расти борода, расти Расти борода, расти Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Реклама на своем радио Живые С понедельника по пятницу С восьми до десяти вечера На своем радио Вы услышите музыкантов Из разных групп Разных форматов и направлений Откровенное общение На совершенно различные темы И живое исполнение песен Из своего репертуара Живые С Семеном Чайкой По будням С восьми до десяти вечера На своем радио Время стерлось И стало другим Иллюминатор Фестиваль Ильи Кормильцева Воскресенье Двадцать седьмое сентября Шестнадцать ноль ноль Гластенберри Пап Вход свободный Дорогой товарищ Если тебе слегка зацать А в девяностые ты слушал на-на Носил варенки Барсеточку с перстеньком Или сидел на кортах В адидасовских штанишках Никогда Слышишь Никогда Не включай свое радио По пятницам в пять вечера Часовое Культурно-просветительское радио-шоу Малиновый пиджак Все об эндеграунде девяностых годов В России и не только Каждый выпуск Диалог ведущего с гостем Воспоминания И, естественно, музыка Бессменный ведущий Евгений Евгеньевич Пятница Семнадцать ноль ноль Малиновый пиджак Четвертое, пятое и шестое сентября Карелия Загородная база Авиарета Новая встреча старых друзей Фестиваль музыки и отдыха на природе Перезагрузка Чиж и компания Дельфин Луна Сембе Анимал Джаз Аматори Эфпиджи Мураками Артур Беркут Мара Кэжуал Троль гнет ель Конвиссеры МП3 И многие другие Подробности на воздух.инфо Перезагрузка Аудитория 6 плюс Программа Цветы пустыни Сказ о современном андеграунде Чем он живет, как себя чувствует, как и в каком направлении развивается В гости к ведущему автору-исполнителю Бронемиру приходят интересные ему музыканты Каждую среду в семнадцать ноль ноль Цветы пустыни Возможно, что от этой программы у ваших соседей по офису завянут цветы на подоконнике Среда в семнадцать ноль ноль Цветы пустыни Регсквер.рф Производство радиорекламы Производство видеорекламы Специальное предложение для рекламных агентств Регсквер.рф Реклама на своем радио ЖИВЫЕ Ну что ж, давайте продолжим Напомню, сегодня в живых первый эфир Который открывает сезон после долгого отпуска августа в Скалга И сегодня здесь группа Ёрш со своим альбомом О кого мира Это их новая работа Мы слушаем песни из этого альбома Презентация которого происходит здесь сегодня в прямом эфире Юрий Мишанин написал вот что Ну что сказать, сегодня по первому часу эфира альбом мощный Парни проделали огромную работу Постараюсь попасть на концерт у нас в Воронеже Надеюсь, что к этому времени диски будут таки напечатаны Хочу добавить, что этот альбом в свою Хочу добавить этот альбом в свою небольшую коллекцию По скриптам Любимая программа с выходом из отпуска и новых музыкальных открытий В миксе со старыми знакомыми Я вам могу обещать, что уже эта неделя Несет вам несколько Как мне кажется, интереснейших музыкальных открытий Кроме всего прочего Потрясающие профессиональные, интересные музыки Вот Ёрш как раз одни из тех, о ком я говорю Прежде чем вы споете следующую песню Как она будет называться? Она будет называться 26 Окей, прежде чем вы ее споете, я хочу сделать Одно маленькое объявление Нам дико приятно, что это произошло И произошло это благодаря радиостанции Свое радио Толик Михайлов, слушатель наш из Молдовы Город Камрад Он же дизайнер, кстати, который разрабатывал логотип Который вы все прекрасно знаете И, надеюсь, любите И есть у нас Хотел сказать, была Почему была? Есть Слушательница из Украины Радмила Модна Ее многие-многие знают Потому что она много-много Писала по ходу эфиров Они помолвлены И девочка из Украины Перебралась в Молдову К Толику Мы очень рады Поздравляем Я думаю, есть смысл Я не уверен, что эта песня Может стать Поздравительной открыткой Для молодоженов будущих Но, тем не менее Если они сейчас вместе слушают эфир То они будут понимать Что мы о них помним Мы их любим Нежно И относимся к ним как к родным Практически своим близким друзьям Так что, ребята, счастья вам Удачи Хорошей, долгой, красивой Глубокой Семейной жизни Ну, а Ёж продолжает 26 26 Как всегда, живой звук В программе живой Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их было 26 Отчаянных парней И каждый был готов За другого спуститься И стать плечом к плечу Против тысячи чертей Пока еще от победы кровь И сердце может биться И пыло 26 И все как на вас порт А твой грудит И хищный сперта с колбаном И тигру Нельзя спокойно жить Вся шипа, что хардкор Сослось и в бой Каждый в обманке Бравлики и игры Но если в сердце 26 Слов сдаёт И звук тебя не съесть Наши острые порох есть Если в сердце 26 Но если в сердце 26 Их было 26 Но вот один упал И сразу в небеса И стоя на коленях Было верно лучше всех Хотя еще так мало И шел войной Против системы И не ослабили И меньше половины По каждой раз в бою Не оставляя чувства И что кто-то Приигрывает в мире Как будто 26 Отместная строю И падают враги Как мокрые вершки из глины Но если в сердце 26 Слов сдаёт И звук тебя не съесть Наши острые порох есть Если в сердце 26 Но если в сердце 26 Слов сдаёт Слов сдаёт И звук тебя не съесть Наши острые порох есть Если в сердце 26 И вот стоишь один И крепко держишь флаг Попили жизнью Но живой Неведая испуга Один в поле и воин Сказал один дурак Наверное он не знал Что значит вера в друга 26 26 26 26 26 26 26 26 Ну в общем продолжаем доказывать Не лишний раз что альбом Оковы мира Это замечательнейшая Совершенно потрясающая работа Очень мощная работа группы Ёрш И я от себя могу сказать Что действительно вы выросли Ну понятно что и раньше Группа была замечательная Иначе бы мы на вас Не обратили внимание И иначе бы группа Не звучала в ротации Иначе бы мы вас не звали На программы живые Но то что вы сделали С этим альбомом Это действительно работа мощнейшая Огромный вам респект И уважуха Как нынче принято говорить Я вот сейчас Корю себя сильно Вылью сейчас горячий щай Себе на голову Вместо пепла Я же не представил Ещё одного участника коллектива Постоянного участника коллектива Да-да-да Которого мы так же нежно любим Консулер Которому мы так же нежно относимся Который принёс в эту студию Своего детёныша Давно уже Детёныш у нас тут живёт Возьми детёныш с собой Это Вова Вова Жираф Всем привет Тот самый молодой человек Которого может быть Кто-то будучи на концертах Ёрш Не знает в лицо Это вот тот самый жираф Ну то есть он бегает В костюме жираф Помогает ребятам на сцене Творит абсолютные чудеса Своим гибким телом А это эфирный жираф А это да А это вот маленький жирафчик Ручной Кто спрашивал Что без Кагюроми Ну Кагюроми здесь В руке Которого он нам подарил Как почку свою Отдал нам сюда в студию Чтобы он всегда присутствовал И группа Ёрш незримо В лице вот этого маленького Жирафика Всё время Собственно говоря Присутствует здесь Вот Это Вова Кстати Вова скоро тоже женится Насколько я знаю Замуж выходит Ты что-то путаешь По взгляде на него Я бы не поверил никогда Что он может выйти замуж Нет Этот человек женится Я надеюсь что В пятницу уже Я так понимаю Должно это произойти Теряем ещё одного человека Да по-моему Вы приобретаете Ещё одного спокойного человека Который действительно Будет сыт Накормлен Напоен Не будет бегать в поиск Знаете как Молодой человек Который пока ещё Никак не обрёл Семейного счастья И семейного комфорта Он больше занимается поисками Той с кем провести время после Оф ты ссышь да А где Я нет Ну посыкиваю Иногда Ну а как Неизвестность Наверное всегда пугает Немножко Но я надеюсь что Всё у тебя сложится хорошо И всё Нет я абсолютно уверен В своей второй половинке И вы с ней кстати знакомы Конечно Конечно знакомы Конечно знакомы Я так уже сыт Как вы видите Присыпь В общем сезон я вам скажу Начался на своём радио Блестяще совершенно Помимо того что Музыка прекрасная Так ещё и столько Интересных Столько интересной информации О новых семейных парах Семейных дуэтов Которые рождаются во многом Благодаря Своему радио тоже Это приятно Чертовски Чертовски надо петь дальше Да Следующая как раз таки Та самая песня Просто у нас пауза была Довольно большая Надо бы как-то сейчас нагонять Нагонять В которую соответственно Все ждали когда же мы её Сыграем в электричестве Вот поэтому я и тороплю У нас было видео когда мы в лесу Её пели Вот было очень здорово Ну это сложно назвать Пели Ну да Так Попивали Мы праздновали День Победы Да Ну что готовы Давайте Весна вас венцеле Даже можно было и не объявлять Мне кажется её знают все Ну по крайней мере Аудитория своего точно знает Наконец-то подошёл к микрофону Гречейник Погнали Я просто здесь периодически Проводаться тут Давай-давай Кто эти люди и почему Законы принимают они Как нам с тобой лучше жить и любить Ты мне объясни Зачем нам границы и почему Нас разделяют мосты Я верю, что это не просто мечты Кто эти люди, мне расскажи Что даёт им право решать Что мы это птицы Рождённые в клетке И не умеем летать Что наш дом железо, бетонные стены И на весной потолок Мне нужен воздух и чистый глоток И каждый новый день Не важен в принципе Моя весна Моя весна Во свет цемент И под ногами Вновь горит асфальт Моя весна Мой Бухинлайн Моя весна Моя весна Я хочу до них докричатись Вже досить вбивати Створювати строю Купувати і продавати Я хочу им донести, и у гроши то само мана, я свирь, да тюльки воли, жертвы властного капкану. Я им хочу сказать, что не важливо, что в цьому свете сильнейший, и нам не потребны их не медали, да и их искрами стрички, безусловно смерть за идею. Вон и ляльки с дисклянным лицем, да патры все, я еще верю, указусь и честным ватким всем. Я не ведам сумли, я без заставу, моя во сна, ва уж не вверх на ух, обидно нам изнов малая асфальт, моя во сна, не бухан вальт. И каждый новый день не важен в принципе. Моя весна, моя весна во вслед свете, и под ногами макарита свай, моя весна, мой бухан вальт. Моя весна, мой бухан вальт. Моя весна, мой бухан вальт. Моя весна, моя весна, мой бухан вальт. Потому что давно она находится в ротации. И слава богу, что этот альбом ее в себя взял. То есть она оказывается, ну в смысле оказалась на этом же альбоме. Он еще более мощным стал. Благодаря этой вещи на самом деле. 4647, это короткий номер для смс к ваших. 4647. Сначала пишите свои, пробельте, а дальше уже все, что хотели бы сказать в адрес музыкантов. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, это могут быть впечатления. Ну в общем делитесь всем, что есть в вашем сердце, в вашей душе. А сейчас какой отклик это, собственно, находит в вас. Я считаю, что вот это сообщение надо прочитать. Потому как финал у него таков, что я не могу подставить парня. Вот не могу. Особенно, когда речь идет об отношениях с женщиной. Особенно, когда идет речь об отношениях с женой. Особенно, когда споришь с женой на батл пива. Поэтому не могу не прочитать от Сергея Ладну. Ну пожалуйста, пишет он. Эх, ребята, помните, как в Металлурге за станцией тусили? Тогда ёрши бум-бум сделали. А, бумбы, бумбы, бумбы сделали. Но мы тогда еще все мелкие были. Сейчас что-то ребята переглядываются. Что такое бумбы? Бум, ну бум, бум, бум. А человек запомнил. Бум сделали. Сделали бы бум. Бум, бум. Ну не знаю. Как тебе еще объяснить? Вот можно и так. Но мы тогда еще были мелкие все и слушали другие. Вот кто бы знал, что вы такими будете. И да, ребят, порекламируйте Пашку, извините, Захера, с группой Озон. Он тоже к Семену Семеновичу в гости хочет попасть. А я на батл пива со своей женой поспорил, что мое сообщение Семен прочитает. Прочитал. В общем, не знаю, как зовут вашу жену. Но за то, что прочитал, теперь она вам батл пива точно торчит. Как минимум. Уже обуварится. Кто такой Пашка Захер? Ну, у нас есть в городе, как бы, помимо нас еще другие музыканты, да? Культовая личность, между прочим, города. Да, культовая личность в нашем городе, в маленьком Климовске. У нас просто, на самом деле, на 50 тысяч человек, несколько, там, наверное, десятков групп. Известно только два человека. Кольо Мафон и Захер, Паш. Мы шутили, на самом деле, что, наверное, либо там, господи, группа «Машина времени», либо Борис Борисович свое время с гастролями проезжал, но у нас такая прям россыпь там музыкантов. Вот, и группа «Джентоник», соответственно, оттуда, которую мы все любим. Ну, и, наверное, один из таких столпов, который начал играть, ну, одним из первых людей панк-рок, это группа «Озон», так называемая, да? Ну, собственно, Захер. Да, Паша Захер. Фамилия очень хорошая. Ну, у него фамилия Захаров, но... Я понимаю, да. Между прочим. Я понимаю, да, да. Мы, кстати, уравнялись на них, когда были маленькими, мы думали, ну, мы вот играем, мы хотим стать такими же, как «Озон». Было бы круто такими же известными в нашем городе. Они формировали наше обозрение. А в итоге теперь «Озон» хочет попасть в программу, а вот тут уже не в первый раз. Вот как так? Превратность судьбы. Как? Ну, ты смотри, как он. Жизнь очень сложная штука, поэтому, как бы, ну, как бы, нет определенного такого, здесь, там, мы обогнали, там, и это, да, как бы, ну, у всех людей в разных сферах, там, и в музыкальной, ну, в той точке зрения, например, да, вот, например, кто-то может на Урале, там, я не знаю, круто рулить, кто-то там в Москве. Поэтому это скорее, как бы, не конкуренция, это здоровый спортивный интерес. Ладно, пожалуй, соглашусь. Смотри, я сейчас просто почитаю подряд одно за одним сообщение, которые пришли по поводу песни «Весна в Освенциме». Вот по ходу этой песни. Ура, «Весна в Освенциме», пишет Теллия Тиняков, Вадим Калинин пишет, «Шедевр» Полин Завинский. «Весна все-таки покоряет, сильная вещь». Вопрос к Андрею, будет ли он на презентации 11 сентября в театре от Ивана Бездомного? Я не помню, честно говоря. Он не помнит, будет он там или нет. Я свой график просто не знаю. Не знаю. Но если случайно... Приходите, узнаете. Да-да-да. Напомню, 11 сентября, клуб-театр, Большой зал, 8 часов вечера. Мы его просто напечатаем, поставим. Таня Шишкова пишет, «Очень мне нравится, когда Андрей поет на родном языке украинский. Язык красивый, певучий, это правда». Действительно, от «Каральника» сообщение. Перевод сильный, кстати, пишет «Каральник». Просто Андрей ему лайк поставил, судя по всему. Михаил Стругацкий написал, «Красивая песня, спасибо, голос прекрасен». Кирилл Егоров, ребята, какая же весна, замечательная песня. Станислав Павлов, шедевр, очень круто. Таня Дмитрий пишет, господи, как круто. Ну и так далее. Эта песня, действительно, она бьет в самое сердце, в самую десяточку. И вот как бы ни крутили вы, как бы ни вертели, а без нее, боитесь, было никак нельзя. Действительно, роскошно. Ае, спасибо, с меня море пива, спасибо. Жену Оксаны зовут, пишет Сергей Ладнов. Оксане, привет. Своей, по всему, это очень большая бутылка. Оксане, привет. «Захер» — это торт такой есть, очень шоколадный, пишет Оксана Ладнеева. Смотри, какие новые вещи. Открытие мы для себя сегодня делаем, просто одно на одном. Одни торты. Так и будем называть шоколадный, Захер. Не «Заяц», а «Захер», а «Шоколадный». Большой охоладный Захер. Шоколадный Захер — группа «Озон». Слушай, по-моему, он косит под капотом. Нас просили его порекламировать. По-моему, это дороже, чем мы предполагали, получается. В некотором смысле. Ты-то в Москве теперь живешь, а нам обратно в город поехать. Сейчас там працаны, я не с вами. Давайте дальше споем, а потом небольшая будет у нас возможность поболтать подольше, потому что надо бы как-то уравняться. По-любому 12 песен спеть сегодня нужно. Что дальше будет? Следующая песня посвящается такому яркому явлению в нашей жизни, которое называется «Кигуруми». Так. Ну вот, она так и называется «Кигуруми». Ну так поешь же, че. Ёрш сегодня здесь, как всегда, живой звук программы «Живые». Поехали. Не быть мозгами обделенным, что лезет драку на танцпол, что за совковый капо-эро, здесь и шансон, а рок-н-ролл. Все путы пушные привычки, оставь и клуба за стеной, а если с нами не согласен, справку выпишем домой. На танцполе и в шоуруме я танцую в «Кигуруми». Штам-бал, тури-пури я танцую в «Кигуруми». За печали и невзгоды, оберег от глаз уроды. Пусть винат захни погода, «Кигуруми» мой символ свободы. Не страшно быть ним, благостранным, на позитиве пребывать. И в этом жутком сером мире всем настроение поднимать. Немного чок-нудым быть нужно, чтоб не сойти совсем с ума. Такая яркая наружность, победа света и добра. На танцполе и в шоуруме я танцую в «Кигуруми». Штам-бал, тури-пури я танцую в «Кигуруми». За печали и невзгоды, оберег от глаз уроды. Пусть винат захни погода, «Кигуруми» мой символ свободы. Символ свободы! Символ свободы! Символ свободы! Символ свободы! На танцполе и в шоуруме я танцую в «Кигуруми». Шоу-бал, тури-пури я танцую в «Кигуруми». Штам-бал, 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 тури-пури я танцую в «Кигуруми». Ну, я уже хочу сказать, походу, уже не один человек написал, что в живом исполнении это звучит куда круче и мощнее, чем на пластинке. Уж как-то вот так люди реагируют. Может быть, это чисто эмоциональная составляющая, но я теперь знаю точно, что на концерт вы должны прийти, потому что, сами понимаете, живьем это надо и видеть, и слышать. Я не согласен, я лажаю. Нет, на самом деле, это правда, это та песня, которая... Но ты делаешь это круто. Мы с ребятами тоже все сошлись на мнении, что эта песня только живьем, как в записи, неинтересно. Тут драйв. Лично я ее пропускаю, когда альбом слушаю. Понятно, да, потому что тебе не нравится. Мне все песни нравятся. Она мне нравится, но вот как она записана, мне не нравится. Вот, значит, получается, надо идти на концерт обязательно ближайшие 11-го. Еще раз напомню, 11-го сентября, клуб-концерт, 8 вечера, правильно? Это концерт-презентация альбома, собственно говоря. Приходите все, будем всех ждать. К этому еще великое множество других песен. Сегодня вы собираетесь, собирались петь только из этого альбома песни, я так понимаю, да? Ну, я думаю, нет. Нет? Если достопочтенная аудитория как бы соизволит услышать и старые песни, то мы сразу же это сделаем, поэтому пишите в реп... А могу я вышлю пить за достопочтенную аудиторию? Ну, можно, конечно. Можно? Но вы тоже пишите. Не-не-не, я тебе так скажу. Я не буду ничего писать, я тебе так скажу. Я, конечно, не знаю, как на это среагируешь. Песня дико старая, та, которую я хотел бы услышать живяком. Ну, за 50 народ пишет, понятно. Я думаю, вы за 50 и планировали, я думаю, да? За 50 пить планировали? Ну, пока не думали. Не думали? Ну, мы, на самом деле, в принципе, старые песни как бы думали, если и получится уж сыграть, ну, что попросить, то сыграем. Подожди, Клуб Театр же? Да. А я что сказал в прошлый раз? Клуб Концерт сказал? Нет, Клуб Театр, простите, это я оговорился. Клуб Театр, там концерт от группы Йорж. Вот как. Это я что-то ляпнул. Клуб Театр, да, не то место, не Клуб Концерт. Я хотел бы услышать песню, которая меня в свое время шибанула, и я сказал, вот эту группу надо. Это как-то так, это более-менее по возможности показывает людям. Поэтому не страшно людям ее показывать после этой песни. Все панки попадают в рай. Ну, хозяин барин. Нам она очень тоже нравится, на самом деле. Я к тому, что готовы ли вы, были бы, ее бы, если бы, чтобы исполнить бы. Мы всегда готовы. Я вот сейчас сознательно и поэтому и прошу, давайте мы ее споем, а потом дальше будем попадать уже, так сказать, в программу. Но я считаю, что без этой песни обойти сегодня нельзя. Потому что она из другого альбома, из другого времени, из другой эпохи. Эта песня несколько отличается от всего того, что парни делают сейчас. Но и очень хорошо было бы вот сейчас на фоне нового альбома услышать эту песню и сравнить, как это было раньше. Это было круто, но как это было раньше и как это теперь. Окей? Давайте интересный эксперимент. Кстати, да. Кстати, да. Ёрш сегодня здесь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Все панки попадают в рай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не знаю точно, где ответы на вопрос искать. В какой траве себя найдем, когда придется засыпать. Осенний вечер, холодный вечер октября. Цепь разорвал земных оков. Ту, что держала здесь тебя, цепь разорвал земных оков. Все панки попадают в рай. Дружище, тебе я правду говорю. Возьмем с тобой по пиву сигарет отыщем. Мы тоже будем там, ведь все мы вписаны в рай. Я знаю страшно, когда уходят в никуда пустая станция, метро, прыжок и влажные глаза. Но там, на небе, все те, кто дорог и любим. Герои прошлых лет нас ждут, и мы уже стремимся к ним. Герои прошлых лет нас ждут. Возьмем с тобой по пиву сигарет отыщем. Мы тоже будем там, ведь все мы вписаны в рай. Помогай в рай. Помогай в рай. Помогай в рай. Помогай в рай. Все панки попадают в рай. Дружище, тебе я правду говорю. Возьмем с тобой по пиву сигарет отыщем. Мы тоже будем там, ведь все мы вписаны в рай. Все панки попадают в рай. Ну, в общем, могу сказать, что в этом исполнении со второй там гитарой, да, условно говоря, при этой аранжировке, она теперь попадает, абсолютно попадает в ту стилистику, которая на альбоме отмечена мной. Мы просто на этом концерте объявили, что это единственный концерт, на котором мы сыграем вообще все, что у нас есть. Вот, и люди, те, кто нас слушали еще с альбома «Нет богов», да, они там действительно покупали билет на самолет, прилетали. Было очень приятно, круто увидеть, ну, тех людей, которые мы, наверное, никогда в жизни там до этого не видели, да, но они нам там что-то писали, поддерживали нас. В общем, ребят, спасибо вам за это огромное. Мы как-нибудь еще обязательно что-нибудь подобное повторим, вот, и вообще, в принципе, возьмем хорошую практику. Вот. Потом, после тайного мероприятия, у нас будет Владимир, 11 ноября, 8 ноября Нижний Новгород, 14 ноября Ижевск, 20 ноября Санкт-Петербург, 21 ноября Псков, 12-го будет шедевральный концерт в Калининграде. У нас там всегда все шедеврально проходит. Вот, нас один раз даже взрывали в Калининграде после концерта. В смысле взрывали? Ну, после концерта бросили взрыв-пакет. Зачем? Ну, это людей надо спросить, зачем они это сделали. Так радость свою выражали? Ну, наверное, это был суровый, там, 2009 год, когда столкновения между субкультурами достигали своего апогея. И, наверное, те люди, кто... Пришли попсовики и бросили взрыв-пакет в панков. Ну, грубо говоря, да. В общем, после этого у нас там не было шесть лет, и мы вот сколько, наверное, год назад, да, там отыграли концерт в клубе Кури-Бамбук. Соответственно, абсолютно замечательный организатор Александр Бернацкий, да, который нас туда привез, сделал все круто. И народу было очень много, и нам было очень приятно, что нас там любят, помнят. И более того, мы встретили тех людей, которые вот шесть лет назад ходили на этот концерт. Вот, и они, соответственно, отложили все дела. Там люди даже на инвалидных халясках приезжали некоторые. Но это не связано с этим событием, как бы. Вот. Соответственно, потом, 19-11 у нас опять... Ой, 19-го декабря у нас опять будет Великий Новгород, но там уже будет именно презентация альбома, а не фестиваль. То есть большая программа. И 26-го, 12-го в Минском клубе Репаблик мы также сыграем большую программу. В каком? Репаблик. Нет, как ты сказал, в каком клубе? В Минском. Ну, как раз в Римском, думаю, круто. Вот это уже круто. Это, наверное, будет единственный концерт в Беларуси, потому что... Ну, мы недавно отыграли туры, нам просто ребята говорили, что вы бы просто в Минск приехали, у нас как бы страна не такая там большая. Мы себе можем позволить там 100 километров, там, в выходной день съездить там на концерт любимой группы. Круто. Поэтому мы решили там опять там 7 городов не ездить, как в этом году было. Приехать в один, и все из 7 городов съедутся. Да, да, как бы. Круто. Здорово. Ну, на самом деле, сейчас обсуждается там тур по Сибири, да, и еще несколько других там городов. То есть, в принципе, я не знаю там, насколько это все получится, но еще порядка 20 городов вот мы сейчас ведем активную беседу. Офигеть. Ну, что я могу сказать? Я вас поздравляю, братцы, с таким ростом. Нам это приятно все слышать. Правда, Юля? Нам это приятно все слышать. А мы специально готовились, чтобы вас паспорадовать. Осознавать, понимать, что вы растете, растете на глазах. Вот я сейчас заглянул в чат на сайте своего радио, своерадио.фм. Здесь товарищ Винник пишет. Услышал, понял, быстренько собрал шматье и ушел подальше от всех. Лежу на полянке посреди леса и балдею. 17 октября. Иваново. Отлично. Это мой день рождения, пишет человек. Ну, видишь, как радость какая. Маленький такой вот, маленький эпизод в жизни человека, а уже радость. Причем радость большая и серьезная. Пора петь дальше, как время-то летит, е-мое. Что это будет? Это будет как раз-таки уже песня, ну, с нового альбома. Ну, естественно. С новейшего, я бы сказал. Она будет называться «Когда нас расстреляют». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня ешь, презентация альбома «Оковы мира». Это работа 15-го года. Поехали. Когда нас расстреляют наши громкие песни, Словно вольные птицы взлетят в небеса. Голоса не умолвнут, не остановятся танцы. Мир согрет на пределах, наступает весна. Давай разобьем эти стекла, устроим войну против всех. Ломай эти схемы системы весь мир. Подымай на смех, разрушь тишину и уныние. Вовсе не важно, зачем танцуй. Хоть никто не танцует без правил, законов и схем. Когда нас расстреляют наши громкие песни, Словно вольные птицы взлетят в небеса. Голоса не умолвнут, не остановятся танцы. Мир согрет на пределах, наступает весна. Мы все равно ничего не докажем. Стабильность наптала рассудок в висок. Богатые мира всегда покатеют из бедных. Выжимая весь окна, садосты, но в своем убеждении Нас разорвут на куски сотни рук. Свет из вождя, не зная сомнений, Веди нас наш мудрый пастух. Когда нас расстреляют наши громкие песни, Словно вольные птицы взлетят в небеса. Голоса не умолвнут, не остановятся танцы. Мир согрет на пределах, наступает весна. Давай, эти схемы системы ломай. Эти схемы системы ломай. Эти схемы системы ломай. Эти схемы... Эти схемы системы ломай. Эти схемы ломай. Когда нас расстреляют наши громкие песни, Словно вольные птицы взлетят в небеса. Колосами умополния становятся танцы Мир согрет на пределах Наступает весна, когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Наступит весна Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Наступит весна Ну, как-то нам вот надо еще успеть Две песни спеть Хотелось бы успеть Одну, почему одну? Мы же на одну больше спели Я же попросил лишнюю вставить Или нет? Две споем, две, Андрей, не волнуйся Надо, 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 надо Раз уж презентация, то презентация Офигительно, пишет народ Слушай, уже не в первый раз спрашивают Про зеленые куртки Кто это такие? Что это за организация такая? Вот народ пишет вот что Передавайте привет Ёршам Поздравление с выходом Благодарного альбома Расскажите, кто такие зеленые куртки Которые сняли вам фильм Это кто такой? Давайте кто-нибудь тоже расскажет А то я сейчас говорю, говорю Деннис, расскажи, кто это такой? Деннис не хочет, он женился недавно Ладно, есть такая студия Которая делает все Слово на принципы DIY Do it yourself, да, так называемые То есть делай сам Они не получают зарплату Им просто нравится этим заниматься Да? И они снимают фильмы о своих любимых рок-группах И выкладывают эти фильмы на всеобщее обозрение Соответственно, ребята сняли Фильмы про нас Сейчас у них будет премьера про группу Лучший самый день До этого они снимали фильм про Тени свободы Да, ну и в целом Как бы нам с пацанами очень понравилось общаться Они будут нам сейчас снимать концерт Как раз таки 11 сентября В клубе театр В большом зале Вот На несколько камер Соответственно, у всех есть возможность засветиться Из этого потом какой-нибудь концертный клип Нарежем Ну, чёп Это не те люди, которым я про вас рассказывал Хорошие слова Говорил всякие про группу Ёж Да, конечно Так я почему и спрашиваю Кто это такие? Я так и не понял Они пришли, взяли у меня интервью и ушли Вставили это потом в фильм И вроде всё так получилось красиво Я хочу понять, кто это такие Хорошие люди Хорошие люди Ну, речь из добрых людей Нет, хорошие ребята, правда На самом деле Очень показались мне профессиональными людьми Когда задавали вопросы Они когда фильм снимали Я на самом деле мало верил Ну, чтобы получится действительно хороший продукт Так как Что бесплатно То делается на самом деле не очень качественно Не всегда Не всегда Далеко не всегда Не всегда Но ребята Ребята сделали настолько круто Что я когда увидел фильм Я сказал Вау, это реально круто Ребята знают, что я критически ко всему отношусь Если там это плохо Значит это плохо То есть я не боюсь высказывать свою точку зрения Но ребята сделали так хорошо Что я сказал Я этим ребятам доверяю снимать клип Ты готов сейчас аккуратно Мы в эфире 12 плюс Ты должен понимать Что вот это то, что сейчас хотел сказать Как это все Удержи в себе Слушай, тут народ требует уже не первый раз Стих про айфон Насколько ты готов сейчас прочитать стих про айфон Да я готов Оду айфону И сразу же следующую песню Его хлебом никогда не дайте прочитать Как будет называться следующая песня Следующая песня будет называться 7 миллиардов Окей, а давай перед ней про айфон расскажешь И погнали сразу Да, на самом деле стихотворение Я просто хочу немножко рассказать Ну как бы с чего оно пошло А то я его что-то везде рассказываю Все, о, круто-круто Там как раз таки в Ижевске на фестивале улетает Там вообще отспенение было у всех Это просто все молчают Мы сейчас будем стихи читать Все, что такое рок-концерт Какие стихи, вы о чем? Вот В принципе стихотворение основано практически на реальных событиях Я сейчас открою небольшую тайну Когда я был еще маленьким и зеленым И это бомбили мы там, да, за металлургом Штуки взрывали, как они там Ну в общем там человек смешно сказал Я просто не вспомню Вот Я ходил на группу FPG в том числе Да И вот мы ехали с концерта FPG Соответственно с друзьями Все такие ракезные, расписные И у парня, который сидел напротив Случился приступ эпилепсии И вместо того, чтобы как бы Ну как-то ему помочь Люди, соответственно, начали там Кто-то снимать Кто-то там что-то там смеяться Да, нам как бы достаточно всем обидно стало Более того, как бы Ну К неформалам и так все С пренебрежением относятся, да И мы как бы Ну что, подошли Там человека на левый бачок перевернули Вытащили на платформу, да И все дела Как-то об этом случае потом забылось Но периодически как бы Такие моменты все равно В жизни выскакивают И вот я решил как бы На основе этого случая Написать стихотворение Про бабку айфон На самом деле Случай реально вымышленный Вот именно в этом стихотворении, да Но тем не менее Все равно в определенном смысле Пропущенный через себя Вот И тем людям, кто в тот момент Оказался со мной, да И даже Это Антону Пуховскому Пуху Я хочу сказать спасибо Потому что мы с его все-таки Концерта ехали Вот Ну давай Я ехал в метро Не помню откуда Но четко запомнил одно Напротив сидела С тюками старушка Зачем-то смотрела в окно Обычная бабка Каких миллионы Изрыто морщины лицо Тюки и тележка Наверное с дачи Поморщенное пультецо А рядом такие Обычные люди Студенты с айфоном в руке Планктон и барыги С офисов едут И парочка вон в уголке Все вроде обычно Но тут покатилась тележка Что бабка везла И как-то у старой лицо изменилось И первая мысль Померла Но вижу Рука ее еле живая В кармане едва Ворошит Я сразу смекнул Там, наверное, таблетки Давление Сердце шалит Залез я в карман Рожал зубы руками Так сколько там нужно Плевать Лекарство внутри Она порозовела А значит пошла оживать И взгляд ее вроде Слегка прояснился Спасибо, взревело, сынок Отвел на платформу Слегка отдышаться И ехать Ведь путь мой далек Но дело в другом Я увидел у кратки Как кто-то снимал на айфон А кто-то шутил А кто-то смеялся И пиво хлебал полным ртом А кто-то так просто Слегка отвернулся И вышел на Пушкинской В мак И даже я слышал Краешка муха Что парень, наверное, дурак Что бабка бухая А может сектантка А может объелась колес Два загад пара Зачем помогает Смотри, неформал и обсос И вечер уже Весь планктон сидит в барах Залили видос на ютуб И парочка дома расставила свечи Вкусив нежный вкус сладких губ Что ж Спите спокойно Обычные люди Студенты Барыги планктон А если беда постучится к вам в двери Не забудьте заснять на айфон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы родились по рисункам стран Разделенные по углам Свели границы, свели мосты За градиные посты Ведем войну мы сами с собой За нефть и газ За страх и боль Но так летали, кем мы с тобой Семь миллиардов людей Мечтающих только о счастье Семь миллиардов сердец С тот же день от огня Семь миллиардов детей Живущих надеждой и страстью Семь миллиардов меня Семь миллиардов тебя Кто виноват, что мир расселён? Политики всех призвал кто миллион И разлагается наше сознание На ореолы влияния Мы на том мире остались одни Дети большой и едины земли Ты свою руку мне протяни Семь миллиардов людей Мечтающих только о счастье Семь миллиардов сердец С тот же день от огня Семь миллиардов детей Живущих надеждой и страстью Семь миллиардов меня Семь миллиардов тебя Д Beyazaa Семь миллиардов飛ばся Семь миллиардов Субтитры сделал DimaTorzok Эх, а времени-то реально не остается буквально на одну песню Если можно, пускай это будет за 50, мы ее и закончим сегодня Ну, просто потому что на большее времени нам не хватает Сообщаю, что завтра в программе «Живые» Алексей Копылов Это совершенно другая музыка, другого несколько накала Но не менее интересная, поэтому очень рекомендую Тем, кто пока не знаком с его творчеством, обязательно завтра послушайте эфир Первый эфир в этом сезоне мы заканчиваем с группой «Еж» Время пролетело незаметно, как обычно это бывает Их альбом «Оковый мир» всем рекомендую приобретать и слушать Потому что песни на нем действительно роскошные Спасибо, братцы Пока Давайте закончим красиво За 50 Добрым бодряком Скоро нам это всем все равно грозит Всем пока, до завтра Будьте здоровы Когда мне было пятнадцать, я сделал свой первый глоток Я волосы красил зеленкой и носил с черепами платок Я знал, где тусят отморозки и что глупо вставать на пути Я знал, что туда ходится через мою, но что-то тянуло идти Когда мне было пятнадцать, я струны гитарные рвал Орал по подездам махабные песни и часто в ментовке бывал Я лазил с бутылкой портвейна, к девчонкам в окна домой Которых их осторожные мамы стерекали знакомить со мной Когда мне сумки за сорок и даже за пятьдесят По многим вам жизнями нет, мне не стал Дай вред, мне вернул бы назад, закаленный боями Роком дух воспитал С надеждой смотрел я по старости смерть, когда с ними годы глядят И сумки за пятьдесят Когда мне было шестнадцать, я понял, кто дурак, кто враг Кто жизнью своей со мной рискует, а кто просто, кто просто дурак С кем я хоть в огонь, а хоть в воду, в разведку и на убой Чьи руки в любую погоду, готовы на пир и на бой Когда мне было шестнадцать, был молод и я и горяч И в драку в любую вязаться, был рад и за рог, и за мяч И часто моя жизнь села на тонком легком молоске Но зато она ярко горела и бурлила в безумном реке Когда бы штуки за сорок и дальше за пятьдесят Там многого в жизни меня бы не стал Дай вред, мне вернул бы назад, закаленный боями Роком дух воспитал С надеждой смотрел я на старости смерть, когда с ними годы глядят И штуки за пятьдесят Когда мне было семнадцать, влюблялся ни разу, ни два И часто в любви признавался, где только была голова Которой едва ли я думал, да и не думал я вам говорю Мне нравилось дело влюбляться, я сейчас несказанно люблю Когда мне штуки за сорок и дальше за пятьдесят Там многого в жизни меня бы не стал Дай вред, мне вернул бы назад, закаленный боями Роком дух воспитал С надеждой смотрел я на старости смерть, когда в спину годы глядят Мне штуки за пятьдесят